Сегодня мы с вами приехали на объект, где установлены мансардные окна. Здесь находится жилой дом. Дом построен более семи лет назад. Здесь смонтированы несколько мансардных окон, и из них два окна протекают. Окна смонтированы в детской комнате. Сегодня мы с вами на данном примере разберем, из-за чего текут мансардные окна, и обсудим все нюансы, связанные по монтажу данных изделий. Субтитры создавал DimaTorzok Мы разобрали откосную часть, сняли кройное покрытие, для того, чтобы уже детально, предметно изучить все ошибки монтажа и понять, почему непосредственно течет мансардное окно. Вообще, протечка мансардного окна – это конкретный миф, надутая ситуация. Окно само по себе не течет и течь не может. Текут примыкания к окну, текут изоляционные слои. И все эти причины кроются в неправильном и в некачественном монтаже, как и мансардного окна, так и формирование кройного пирога в целом. Что мы с вами увидели, разобрав откосную часть? У нас с вами отсутствует пароизоляция, отсутствует утепление откосной части. Видим с вами многочисленные мостики холода. Итак, мы с вами поднялись на кровлю. Что мы с вами наблюдаем? Первое, на что хочется обратить внимание, из-за чего, соответственно, были основные протечки. Отсутствует устройство гидроизоляции. Разобрали вот этот непонятный совершенно узел. Нашли в нем желоб весь изогнутый, который должен был у нас быть установлен в подкроенном пространстве. И обеспечить защиту от попадания конденсата в проем. То есть вся влага у нас с конька, если вдруг будет скапливаться, будет попадать в желоб, будет уходить в другую стропильную секцию. Данный фартук отвечает за примыкание к подкроельной изоляции и обеспечивает надежную защиту от влаги и обеспечивает защиту утеплителя. Помимо нарушений инструкции по монтажу мансардного окна, мы с вами обнаружили многочисленные также нарушения требований СП кровли. Что хочется особенно отметить, здесь неправильно выполнена подкроельная вентиляция. На что она влияет? У нас с вами отсутствует продух. Из-за этого, как видим, древесина вся в разводах, она гниет. Здесь все преет. На древесине и на подкроельном изоляционном слое у нас имеются многочисленные следы плесени. Материал уже разрушен. Достаточно его немного потереть ногтем и видим с вами, что первый слой отслаивается, а второй слой, который отвечает за герметичность, он уже рассыпается. Итак, сегодня мы с вами на реальной крыше увидели реальные ошибки, которые приводят к протечкам. Хочется сделать вывод, что текущих окон не бывает. Бывают неправильно смонтированные окна и текут они только по причине неправильного устройства изоляционных слоев и примыкания к мансардным окнам. Итак, на этом наше видео подошло к концу. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok